я только что отработала погодка то у нас какая замечательная с него поснимаю вам мою тень ночью мороз был а сейчас прям солнце мороз и солнце день чудесный смотрите какая коробка огромная огромная просто видно меня в отражение лет сейчас вместе с вами и распаковывать зала кое-что из целом на самом деле там всего три вещи обувь в двух размерах и сумочка почему так запаковывать я не знаю солнце прямо пригревает машине вообще очень тепло весна скоро совсем скоро будет у нас очень тепло так как я уже предыдущем видео рассказывала заканчиваются наши тесты сегодня я опять получила цветочки очень приятно я их с собой не взяла оставила так как эти цветочки не для вас были в горшочке я с собой не взяла думаю они будут живее если останутся в аптеке там у нас есть одна женщина она очень любит вот эти цветочки в горшках она за ними ухаживает там следит у меня дома они погибнут все точки в горшках у меня выживает только герань на балконе все остальное пройденный этап либо у меня нет на них времени либо они у меня сами по себе то я их заливаю то их не доливаю короче постоянно что-то им не хватает поэтому цветы у меня дома не очень приживаются это наверное не очень хороший знак от герань единственное что живет у меня дома так что я хотела сказать с чего я начала про цветочки вот это вот женщина которая мне подарила цветочки рассказывала о том какие медикаменты она принимает как у ней умер брат которому она была очень привязана что ее матери уже больше 90 лет и тоже скоро в общем у нее дела не очень хорошо у матери она просто стояла и мне даже нечего ответить ей было я просто слушала кивала головой просто я ее послушала наш разговор был недолгий минут пять от силы 8 и потом она ушла вернулась через пару минут снова подарила мне цветы и сказала спасибо за то что я ее выслушал и вот я задумалась насколько есть одинокие люди что ей даже поговорить видимо не с кем и она была так рада что она могла мне немного рассказать о своих каких-то там переживаниях заботах проблемах вот настолько люди одиноки бывают и это на самом деле очень часто происходит не знаю что вот пожилые люди настолько одиноки задумываешься и становится страшно так ну ладно не будем о грустном я сейчас еду за костей заберу его потом мы едем домой открывать с вами посылку мы с кости уже дома я уже распаковала посылку сейчас будем с вами смотреть обувь а пока вот она сумочка моя долгожданная которую я уже распаковала потому что не могла дождаться посмотреть как она выглядит на фотке она была немножко больше но она мне все равно нравится ее немножко побольше представляла совсем конечно малюсенькая сумочка ну пойдет деньги телефон положить такая вечерняя общем сумка и у нее есть здесь маленькая такая ручка столько мусора в нее напихали и она завернута все эти цепочки все это было завернуто чтобы не поцарапалась короче вот целый пакет мусора так этике . еще сниму оставляю потому что нравится она мне ее можно на плече носить на длинном вот такому 3 мешки этот ремешок эти цепочки можно отстегнуть и носить ее просто вот так вот как маленькую сумку мне нравится короче оставляю себе однозначно ботиночки на каблуке широком в 2 2 одинаковые в общем ботинки но в двух разных размеров 38 39 вообще-то у меня 38 размер ноги это вот 39 здесь лежит здесь 38 короче как ее ботинки вот такие вот сапожки хочу тряпочные черные вот как носок чтобы они шли тряпочные не знаю почему круглый носок хочу и каблук довольно таки должен быть удобный потому что смотреть какой большой широкий должен быть очень устойчивый ну такой немаленький каблучок сантиметров 8 наверно сейчас буду мерить так на первый взгляд они мне нравятся но конечно узкие не для широкой ноги но она мне в принципе так не широкая никогда я не знала пока у меня не появился кости никогда я не знала проблему широкой ноги у константина нога очень широкой поэтому это же раньше не задумывалась как тяжело людям широкой ногой найти обувь ящик облук он конечно очень быстро поцарапается но сначала 38 размер померю я думаю мне подойдет тогда 39 конечно же пойдет назад я могу сказать вот так вот быстренько закатила джинсы померила эти ботиночки конечно они вот здесь вот узкие не хватает замочка очень не хватает замка довольно таки тяжело в них влезать натягивать их каблук очень удобный нога у меня прям вот прям легла это 38 размер блин одевать конечно нелегко их но почему замочек здесь не сделать не знаю очень они мне нравятся сейчас по мере еще 39 размер я не знаю наверное я их оставлю даже несмотря на то что их так тяжело надевать вылазить не так тяжело но зато какие они удобные вот этот широкий каблук вот такой устойчивый в них можно целый день ходить наверно оставляют плюс цена у них такая приятная не очень они дорогие и как я уже сказала ну вот хочется мне на весну вот почему-то вот такие вот сапожки полусапожки не кожаные а просто вот материал такой матерчики ну а вот это 39 размер верно я его оставлю несмотря на то что вот здесь делают такие морщинки и он они не совсем прилегают к ноге как бы хотелось все равно оставлю я 39 потому что в него удобнее было его удобнее надевать и немножко пошире они эти ботиночки сапожки в тридцать девятом размере и я должен сказать даже удобнее ходить как-то вот нога лучше себя чувствует минус вот это вот немножко вот здесь вот морщинки в тридцать восьмом размере такого не было только что после работы и после магазина как можно видеть сейчас покажу вот такой вот пакет продуктов купила покажу вам что купила хлеб для нашей сэндвичницы то слоеное тесто вот такие вот помидорки колбаса спасибо константин показывай показывай один огурец помидор шпинат вот такой вот он идет удобно кубиками кости мне подает ой какой молодец подает мне сосиски костины три упаковочки так что еще там есть доставай подавай мне пожалуйста помогай аккуратно только чтоб не упала желейка красная кости очень нравится она так дальше как будто бы дальше осторожно не уронить так вот такая вот грудься вишневая ну да это что-то типа варенья и это я купила неспроста слоеное тесто и вот это вот варенье будем с вами делать один рецепт сейчас пробовать так костины вкусняшки я сразу распаковала их и высыпала в пакет потому что чтобы не тащить вот этот мусор упаковку лишнюю домой кости мне по одной сейчас будешь подавать спасибо так это у нас сливки это у нас сыр сыр для сэндвичей две рыбки вот такие вот лосось и влажная туалетная бумага и это для кубика упаковочка вернее баночка для пушка для нашего для кота вот и все что я купила за это я заплатила 40 евро цены у нас поднялись очень чувствительно здесь такое это кто в пакет улез ну что продолжим продолжим эксперименты с нашей вот этой вот чудесной сэндвичницей у меня сегодня язык заплетается сэндвичницей я так рада что я ее купила такие вкусные бутерброды сладкие пирожки ну как сладкие бутербродики с ней можно делать ни разу не пожалела пользуюсь практически каждый день и пока еще не надоело мне все это и вот сегодня хочу с вами сделать новый рецепт как я уже показывал у нас здесь слоеное тесто и вот такой вот кирш-крутце я кладу всегда вот этот листочек пергаментной бумаги и через него жарю свои сэндвичи сэндвичи так не марается сэндвичница и ничего не подгорает удобно очень вот тесто я вот так вот немного развернула и сейчас я его разрежу на 1 2 1 2 3 4 на 4 вот таких вот квадратиков всем временем делается это все очень быстро я уже включу сэндвичницу чтобы она нагревалась сэндвичница нагрелась выкладываем первый слой теста и теперь большой ложкой не очень удобно снимать и теперь я не могу поправляю наши яблочки 1 ложка 2 ложка 2 таки открываем второй половинке тесто и все же самое сделаем здесь все, взрываем бумагу взрываем все мечетки ждем минуты три как это выглядит? подрыгнули Что-то не очень Ладно, подойдем еще Мне кажется, она не совсем прижимает Это тесто Тискомпольские пирожки получились на льду Так, пошло еще 2 минуты Камера не совсем близнется Короче, минут на 8 я их оставлю Пусть жарятся пирожки эти Это как-то Подозрительно, бред меняли Прошло, короче, примерно минут 8 Я смотрю, здесь уже все, пара идет Пора выключать Немножко вытекло мое варенье Ну, как немножко Множко даже, но они поджарились Сейчас я это все буду снимать Что старается? Такой, конечно, провайлый рецепт Но я и выпечка продолжаю Сейчас я сделала вот такие квадратики Сразу вниз швом их положила Чтобы припечатать Так, ну погнали Еще ничего не получилось? Славяное тесто только для духовки Для сэндвичницы никак не подходит Три вопроса я тебе задам Мышь считала дырки в сыре 3 плюс 2 равно 4 Красавчик Следующий вопрос Под деревом 4 льва Один ушел Осталось Два Красавчик Белым снегом все одето Значит, наступило Лето А теперь Нет, а теперь медленно Мышь считала дырки в сыре Три плюс два Три плюс два Плюс два Три Плюс два Четыре Один ушел Попался Наступило что? Лето Как лето Белым снегом все одето Ой, лето Твотина Следующий рецепт, который должен получиться Сейчас рыбу буду со шпинатом делать И с помидорками Вот с этими мелкими И сливками С это заливать Запекать У啦 Здесь Джис свято Прием Цвет Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Ну и на этом мы сегодняшнее видео будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Рыбка получилась очень вкусная. Очень простой, быстрый рецепт, который я себе точно возьму на заметку и буду готовить еще раз. Все, всем пока. Кубика вам еще немножко покажу в конце. Кубик уже на ночь готовится спать. Лапка.